Мы посмотрим репортаж, который для вас подготовила Ирина Борилюк о том, как же нужно водить машину и почему этого не стоит бояться. Ожидать такси или маршрутку можно долго, особенно в час пик. Сегодня личный транспорт не роскошь, а средства передвижения. Анастасия Строжинская давно планировала обзавестись собственным автомобилем, но сесть за руль долго не решалась. Да, я очень сильно боялась, потому что у меня был такой неприятный опыт. Я боюсь вообще скорости, боюсь всего, но современный мир обязывает девушку садиться за руль, потому что у меня очень активная жизнь и на автобусах уже неудобно передвигаться, на такси это тоже не целесообразно. Первый шаг на пути к получению водительского удостоверения – изучение правил дорожного движения и устройства двигателя. Однако, чтобы стать полноценным участником автомобильного движения, одной теории недостаточно. Самое сложное начинается после записи автошколы. Ты записался, страх остается. Главное – быть уверенным в себе, не бояться. Инструктор, который сидит справа от тебя, всегда поможет тебе, подскажет, поддержит. Главное – слушать внимательно его и быть уверенным в себе. Дневное или вечернее, групповое или индивидуальное. Обучение в автошколе проходит несколько этапов. Теория, практика, вождение, сдача экзаменов и, наконец, получение заветного водительского удостоверения. Приходя в автошколу, лучше сразу выбирать обучение на автомобиле с механической коробкой передач. В отличие от автомата, после которого не так легко пересесть на механику, эти умения дают не только универсальные права, но и навыки. Специалисты предупреждают – самостоятельно отрабатывать навыки вождения не стоит. Ни в безлюдном месте, ни тем более в черте города. Такие эксперименты могут закончиться бедой и навсегда отбить желание управлять транспортом. Только с опытным инструктором, чтобы мог правильно подсказать те действия, которые возникают в жизни. Потому что все-таки это опасно – выезжать в город, где куча машин, человек не совладал со своим страхом, а может сделать какие-то неадекватные действия. Дрожь, паника и, как следствие, замедленная реакция. Совладать с внутренним напряжением поможет взвешенная позиция и осознание собственных страхов. Есть здоровый страх, за который отвечает наш инстинкт самосохранения. И возникновение такого страха или беспокойства, когда водитель садится за руль, оно абсолютно естественно и нормально. Потому что возникновение этого страха уберегает самого водителя и всех остальных участников дорожного движения от возникновения ДТП. Регулярная практика и вдумчивая отработка навыков – лучшие помощники в водительском деле. Чтобы перебороть страх вождения, в первую очередь нужно знать правила дорожного движения. Второе – это нужен опыт и уверенность в себе. Не боги горшки обжигают. Обучиться вождению вполне реально. Для того, чтобы каждый километр был ровным и легким, нужен позитивный настрой, уверенные знания и, конечно, приятная музыка. Ирина Борилюк, Роман Ананев, Алексей Семенов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова